приветствую покопался настройках микрофона попробовал выключить шумоподавление как мне кажется качество записи голоса повысилось но теперь услышите треск как по аналоговым радиоэфире не знаю что более раздражает плохое качество звука голоса такой вот треск пока не будет внешнего микрофона придется терпеть это отвратное качество звука а нам тем временем надо разобрать еще одну тему это обработка событий библиотеки кьют она относится в общем-то к теме создания диалоговых окон но вообще говоря обработка событий может происходить независимо дело окон так же как и реализации механизма сигнала сигналов и слотов приступим обработка событий реализована так же внутри класса улджет класса родоначальника большинство классов библиотеки реализована достаточно просто по ключевому слову event можно попробовать поискать найдем функцию которая так и называется event как можно видеть функция виртуальная возвращаясь некоторых булевых булевого значения и на вход принимает параметр указатель на тип куб ивент это и есть обработчик событий для данного объекта если объект создан вами и не относится никаким функциям связано с ображением графического интерфейса просто наследовано к object вам придется еще дополнительно потрудиться чтобы эта функция была вызвана то есть связать этот объект с чем-то еще и задействовать обработчик но если это класс который реализует некоторый графический элемент то скорее всего эта функция будет вызываться регулярно потому что событий связанных отрисовкой элементов с обработкой ввода который осуществляет пользователь их масса ну вот с помощью этой функции можно эти события обработать поскольку функция объявлена в классику object соответственно все остальные классы которые от него наследованы также могут эту функцию использовать поскольку она виртуальная то все будет корректно работать то есть ту функцию которую вы определите в своем классе она и будет вызываться ну метод метод конечно он и будет вызываться для вашего объекта вашего класса как обработчик событий и давайте попробуем эту функцию использовать проект тот самый в котором мы делали диалоговое окно вот он мы его немножко упростим уберем наше главное окно с помощью которого мы проверяли для работы диалогового окна и вместо функции exec будем вызывать функцию show для диалогового окна переместимся к объявлению класса по windows в документации написано что этот метод event это public метод в этом же пространстве оставим его для того чтобы он был максимально совместим воспользуемся ключевым словом override чтобы пояснить что мы этот метод берем у нашего предка метод попробуем этим методом воспользоваться перейдем к реализации для начала я раскомментирую только две строчки из реализации метода фигурной скобкой 3 для того чтобы просто посмотреть когда этот метод вызывается итак метод event для класса у получает параметр event подчетки п и возвращает значение метода для предка мы вызываем метод для класса кудайлок наш класс отнаследован от класса кудайлок то есть по сути дела метод не делает ничего это заглушка которая просто передает функционал передает управление другой другому методу этого нам достаточно пока что соберем проект а здесь более подробно документации почитаем про параметр нам интересен откроем страницу и про него почитаем и также нам интересна вот эта фраза должен возвращать true труп если событие было перехвачено и обработано это нам важно знать вот эту вот особенность работы метода то есть если мы хотим в системе сказать о том что событие которое мы получили мы обрабатываем и не хотим чтобы оно больше никем обрабатывалось то есть наш метод должен вращать значение true в противном случае for тем временем у нас скомпилировался проект выпускаем его и наконец пока оказалось окошко и вроде бы ничего не происходит но ничего не должно происходить собственно никакого кода своего не добавили а для чего тогда я запустил приложение такой реализации того чтобы показать в атласике как работает метод я переключу среду поставлю breakpoint на вот эту строчку return и вызов метода event для класса тайвок и попробую переключиться назад окно у меня это сделать не получится нет не даст отвладчик сделать он сразу же выбросит меня в среду разработки на breakpoint у нас работало некоторое событие можно посмотреть содержимое объекта который у нас пришел тут сходу мало что можно понять но догадаться можно есть некий д это скорее всего дата значение т скорее всего тип некоторые дополнительные параметры можно здесь открыть ну допустим пришло какое-то событие хорошо сейчас оно обработается запустим дальше работу программы нажмем опять сработал бэкпоинт на этот раскип события 99 дальше нажимаем опять 99 дальше нажимаем небольшие тормоза вот 12 события то есть у нас идет вал событий наш обработчик который как-то бы надо обработать приложение без нас справляется вроде как отрабатывает раз ничего не падает все работает окошко отображается то есть события значит обрабатываются вот то есть отладчик не дает мне даже вернуться в окно срабатывают очередные события вот 25 тип и так далее уберем бэкпоинт не будем больше мучить вкладчик запустим приложение и сразу окно отобразилось все хорошо работает то есть получается что у нас существует огромное количество событий которые валятся в наш обработчик и в принципе их можно обработать как мы там закроем окошко обратите внимание в прошлом видео я говорил что если мы вызываем диалоговое окно с помощью метода экзек и других окон у нас приложений нет то цикл обработки событий не понимает что происходит продолжает работать приложение не выключается не завершается а сейчас я диалоговое окно вызвал с помощью метода шоу и наш цикл обработки событий все понял корректно и завершил приложение после закрытия окна итак обработчик событий посмотрим что такое за зверь у нас класс event во первых он наследуется большим количеством классов вот здесь видно разные классы которые также являются событиями input event input method event move event paint event и так далее то есть у нас достаточно обширный функционал реализуется через этот конструктор события есть тип есть метод который этот тип возвращает посмотрим что у нас за перечисление такое типами вот список типов событий он перечислен по алфавиту а вот значение идут не по алфавиту но поиском мы можем найти например 99 событие которое у нас вываливалось это widget stop level window activation state has changed то есть изменено состояние активизации окна верхнего уровня 21 находится не сразу но тем не менее widget parent has changed какие то другие у нас наверное есть события которые вываливались то есть вот тот вал событий которые обрабатывал наш обработчик в основном связаны техническим обеспечением работы приложения отрисовки окна перерисовки и так далее и мы их можем обработать но это не так интересно сделать так чтобы как-то перерисовалась окно по-другому долго мы возьмем более интересное более простое событие это событие например кликанье мышкой или нажатие кнопки попробуем его обработать мы мы уже знаем что метод type возвращает тип событий также нам надо найти значение для события кликанье мышки попробуем найти по ключевому слову но тем не менее мы найдем из названия видно что мы в общем достаточно обширный круг событий можем таким образом обработать ну вот даже уже не переключает по поисковому списку вот например mouse button double click то есть двойной клик кнопкой мыши по-моему это событие у меня как раз и сохранено в комментарии да оно и есть попробуем его обработать то есть что здесь происходит мы проверяем если событие которое нам нужно обработать это событие вызванное двойным кликом клавиши мыши значит нам нужно что-то с ним сделать что например у меня есть заготовочка не буду скажем так проявляться раскомментируем событие нажатия клавиши мыши для него есть специальный тип то есть если тип событий относится к мыши то мы можем смело приобретать преобразование указателя к типу который унаследован от типа qrv называется он q маусова то есть событие относящиеся к манипулятору манипулятору но тем не менее мы используем динамическое преобразование указателя если что-то пойдет не так в отладчике нам будет выдано исключение что мы не смогли преобразовать к этому типу значения ну скорее всего все отработает хорошо поэтому мы используем как раз конструкцию рассерд а не постоянную проверку ну что мы будем делать как только мы преобразовали к этому указателю у нас у нас появляется возможность получить доступ к дополнительным методам информационным о событиях в частности x, y, global x, global y ну то есть координаты курсора мыши по названию можно догадаться что global x, global y это у нас на экране координаты а x, y скорее всего в рамках родительского виджета и мы эту информацию переводим в строку тут достаточно такая на первый взгляд непростая конструкция перевода но для тех кто уже привычен к интерфейсу C++ особенно к новым стандартам в общем то пойму что все тут достаточно понятно я вот так информатирую чтобы понятнее еще стало то есть мы формируем четыре строки пятая пустая остается которая содержит ту информацию которую мы получаем из объекта событий и отправляем ее в текстовое поле многострочное которое у нас создано в наличии давайте попробуем этот код собрать важный момент то что мы прочитали в документации если мы считаем что событие обработано мы возвращаем труп таким образом сообщая системы что больше обрабатывать это событие не нужно запускаем приложение запускаем приложение и пробуем осуществить двойной клик мышки в приложении то что не не происходит но вот если на пустом пространстве то же самое произвести то у нас координаты отображаются вот видно что глобальные координаты они побольше потому что от угла экрана считаются локальные поменьше что же происходит то есть мы на текстовых полях не срабатывает у нас ничего на пустом пространстве срабатывает и срабатывает например на объекте QLabel и ничего загадочного не происходит происходит все достаточно закономерно объекты которые представляют из себя текстовое поле в них тоже есть такие обработчики события ивенты в которые поступают события о двойном клике они его обрабатывают потому что например в текстовом поле можно два раза щелкнуть по слову и оно будет выделено таким образом текстовое поле использует тип события дабл клик мауз дабл клик для своих целей обрабатывать его возвращая значение труб и события дальше не передаете это первый вывод второй вывод события первым поступает на виджеты самого низкого уровня то есть если у нас есть многоуровневая иерархия виджетов один встроен другой другой третий и так далее то сначала события на обработку поступают виджету самого низкого уровня а потом если тот виджет его не обработал передается выше 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 и так до виджета самого верхнего уровня до корневого виджета у которого нет предка соответственно если хотя бы один виджет вернет true в обработчике то дальше у нас никуда обработка не пойдет и событие будет считаться обработанным это интересный факт который можно использовать в данном случае конструкция с виртуальной функцией виртуальным методом event несколько неудобно неудобно она тем что если мы захотим обработать большое количество событий то у нас ход обработки событий в этой функции будет достаточно большой это первое и второе есть достаточно большое количество событий распространенных для которых всегда или почти всегда требуется обработка для таких случаев созданы специализированные функции обработки событий конкретного типа давайте посмотрим где эти функции можно найти в классе QObject мы их найти не сможем то есть еще раз по ключевому слову event у нас вывалится ну тут классы от которых мы которые наследуются от QObject вот функция собственно event функция event метод все время почему-то функции называют метод event фильтр про который мы чуть позже поговорим и похоже все его remove event фильтр опять же обслуживающие методы больше функций обработки нет где эти функции прячутся но прячутся они в графических классах классы графических элементов там как раз события распространенные для обработки они присутствуют и вот здесь если мы поищем по ключевому слову event то увидим сразу много таких функций маус релиз маус пресс маус дабл клик маус мук к пресс и так далее достаточно много таких функций можно предположить что скорее всего вызов этих функций осуществляется внутри функции event если посмотреть в исходнике библиотеки тут вы это там и увидите а конкретные функции они так же будут виртуальными ну вот они например вот они то есть большое количество виртуальных функций как правило даже большая часть их посвящена обработке событий это обработчики разных разных событий и вот через них собственно удобнее реализовывать обработку конкретного события движение курсора мыши или там нажатие клавиш мыши или плату давайте попробуем так и делать для этого добавим наш код функцию обработки события нажатой клавиши кейпрессовая и она у нас реализуется параметром указатель на тип события специализированной кейплэн который сделан для компилятора облегчить проверку и и попробуем что-нибудь с этим сделать например вот это здесь довольно простенький код он проверяет является ли нажатая клавиша с сочетанием control и клавиши q то есть q объекта event типа q есть метод кей то есть собственно возвращает нажатую клавишу есть метод modifiers который содержит флаги нажатых управляющих клавиш таких как ctrl shift alt поскольку это флаги то проверять выставленный флаг флаг будем побитые операции и уберем значение этого флага вот оно такое выполняем побитую операцию и получаем значение которое отлично от нуля только если у нас выставлены и дальше этот результат операцию логической и вкладываем или выполняем операцию логической логической и с сравнением нажатой клавиши с константой q то есть что это делает мы проверяем была ли нажатая клавиша сочетанием ctrl q если это так было то мы закрываем окно здесь можно сказать что вообще говоря операция close или метод close для диалогового окна неверен и правильнее использовать plot reject давайте поправим эту окно итак теперь с добавлением вот этого кода наше приложение будет закрываться по нажатию сочетания клавиш ctrl q и сделаем еще одно добавление то есть мы функции event обработали двойное нажатие клавиши а мы попробуем обработать просто нажатие клавиши события просто нажатие клавиши мыши ну здесь я не стал долго мудрить такую реакцию мы запрограммируем на это событие и сделал добавление в заголовок окна символ плюс таким образом мы еще два обработчика добавили один нажатие клавиши на клавиши и другой на клавиши мы давайте попробуем сомпилировать и посмотреть что получится у нас осталось кроме того что мы разобрали про события еще один момент пока у нас компилируется проект это использование фильтра событий это на запуске сейчас мы проверим его способность того хода который написали и потом займемся фильтром событий запускаем компилированное приложение и так приложение должно у нас выходить по сочетанию клавиш ctrl q по-прежнему должен работать двойной клик и обратите внимание работает обычный клик плюсик добавляется в заголовок окна работает хорошо штатно и по-прежнему не работает на текстовых полях поскольку и одинарный клик и двойной клик обрабатываются в наших элементах графических для ввода текстовых информаций перемещения курсора и выделения нажимаем сочетание ctrl q и приложение закрывается все отлично работает ну и теперь в заключении разберем еще один способ в работе событий это фильтр событий мы только что разобрали что события передаются по цепочке начиная с нижнего уровня древовидной структуры объектов связанных друг с другом и наверх до самого верху но в ряде случаев нужно эту цепочку прервать то то есть для какого-то объекта выключить обработчик тех событий которые у него есть и использовать свой запретить обрабатывать события конкретно объекту которые по умолчанию там были реализованы а мы не хотим чтобы в нашем приложении эта обработка присутствовала для этого используется как раз фильтр вот он метод event фильтр возвращает также бул работает также как метод event он тоже определен в классе q-object вот он тоже виртуальный мы его можем переопределить но в отличии от метода event фильтр не обрабатывает события для того класса в котором он объявлен а этот класс в котором он объявлен является просто фильтром события то есть мы вот здесь определили метод event фильтр и теперь класс у windows может выступать фильтр событий для любого другого класса в котором эти события обрабатываются в качестве некоторого хулиганства добавим фильтр событий от просто отменяющий обработку нажатия клавиш манипулятор мыши манипулятор таким образом то есть если у нас произошел двойной клик или обычный клик мыши мы просто сообщаем что событие обработано и все отлично для любого объекта то есть здесь два параметра в методе первый объект для которого мы хотим обработать события и собственно второй параметр это событие но это не все нам нужно еще задать для каких объектов мы будем использовать этот фильтр и для этого используется метод install event filter который вызывается именно для тех объектов для которых мы этот фильтр хотим применить то есть объявляем функцию event filter в классе который является фильтром а устанавливаем фильтр в объекте для которого собственно фильтр устанавливаем вот здесь я опять таки в порядке хулиганства устанавливаем этот фильтр для виртуальных кнопок ok и cancel то есть если мы это сделаем они у нас перестанут реагировать на нажатие потому что сначала будет срабатывать фильтр event filter и потом если мы вернем true то ничего происходить не должно собираем пока компилируется проект поясню еще один момент который я забыл сказать специализированные методы обработки событий такие как keypress event или mousepress event имеют несколько другой вид объявлены по-другому как можно увидеть они вращают вольт значение не вольт чтобы в этих методах сообщить что событие обработано используется метод ассепт для класса ну или отнаследована от него если навести то видно что метод ассепт он определен запускаем окно приложение пробуем нажимать кликать мышкой на кнопки видно что кнопки не реагирует у нас в обоих случаях кнопки должны были закрывать окно но этого не происходит потому что мы установили на них клитор он обходит последовательность обработки событий и не дает обработать события самой кнопки а раз события не обрабатываются значит не спускается сигнал о том что у нас была нажата кнопка из этого можно сделать еще один вывод что сначала у нас работает уровень обработки событий более низкий уровень абстракции а потом уже работает механизм сигналов если на уровне событий мы событий перехватили обработали то ни ни выше никуда то есть главное окно окно верхнего уровня правильнее сказать ни в обработку сигналов слотов у нас действие не уйдет оно останется здесь как сейчас мы и наблюдаем это конечно неправильная работа диалоговое окно было сделано только для демонстрации поэтому убираем комментируем и можно сказать что первое диалоговое окно более-менее функциональное у нас готово теперь нам нужно придумать или решить где мы это диалоговое окно применим это конечно неправильный подход к проектированию приложений сначала надо было придумать где все это применять а уж потом реализовывать но мы будем поступать так как большинство поступает начинающих программистов сначала нарисовали окошко а потом будем думать куда его ставить и это мы разберем в следующем видео всем счастливо